Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня мы снова поговорим о специальном танке ВК-7201, которого очень будет мало в рендоме и который выдается за достижения на глобальной карте. Вы можете все еще поучаствовать на глобалке, во второй кампании, выйти в какой-то клан там, завоевать пару провинций и войти в число тех 30 тысяч, которые получат этот танчик 10 уровня совершенно бесплатно. Итак, я делал уже один гайд по этому танку, рассказал вам о нем все, что можно было в принципе рассказать, о броне, о динамике и о руде, рассказал о плюсах и о минусах, но при этом некоторые из вас выразили сомнения по поводу брони этого танка. Они мне так и написали, мол, Джофф, а у танка-то брони нет, да, у него там есть 200 мм ВЛД, НЛД, но при этом бортоватный, при этом есть щеки на башне и при этом есть, конечно, этот ключок. Вот, поэтому я решил вам показать бой, где я буду очень-очень много танковать и где, надеюсь, мое танкование хоть как-то, но помогло нашим союзникам победить в этом бою. Итак, это карта Печаная река, режим штурма, как видите, я сразу подъехал на старый Респ, чтобы поджаться, чтобы в кого-то пострелять, но меня засветили. И это, ребята, тут часто бывает. Итак, получается, что чаще всего вражеская команда с того Респа поджимается вот сюда наверх на А-Б линию, это 8-9-0 квадрат, они там стоят и выцеливают, и ждут подсвета. Если кто-то имеет неосторожность выкатиться, допустим, вот сюда, то тот противник, который поджался в город и рентгеном, или просто подсветом просвечивает его, он просто расстреливается. Вот видите, что я стараюсь как-то на 6-7 помочь, но у меня ничего не получается, потому что только я подъехал и бац, сразу у меня полетели снаряды. Но при этом, заметьте, как танк хорошо выдерживает эти снаряды. И в меня стреляет не какая-то фигня, в меня стреляет Т-30, в меня стреляет Объект Су-40, в меня стреляет танк 10 уровня. Но при этом ВК хорошо держит удары. Почему? Первое, это нормальная броня. Это нормальная броня, 200 мм под наклоном в ЛД, 200 мм в НЛД. Да, тут есть полоска горизонтальная такой же толщины и без наклона, и, понятное дело, там чистые 200. Но при этом, ребята, в эту полоску еще надо попасть, а с дальней дистанции это очень трудно. Дальше, у нас есть башня. Башня хорошо бронированная, я считаю, потому что вот эта маска, она жрет снаряды, ну, очень-очень стабильно. Бывает, конечно, ее пробивают, но чаще всего она снаряды сжирает. Из минусов, ватные борта, как я уже сказал в начале, и, конечно, борта башни, они тоже не очень. Второй, ребята, главный плюс этого танка, то, что его мало. То есть его сейчас мало в рандоме, потому что пока что он есть только на пресс-аккаунтах его разработчиков, и его в будущем тоже будет мало, потому что, на самом деле, те 30 тысяч, они в течение полугода распылятся, кто-то забросит, кто-то еще, короче, они перекувыркаются, перемутся и останется там буквально, может, 1015, вот. Еще, конечно, будет влиять и то, ребята, что не все смогут играть на этом танке. Согласитесь, танк немножечко непростой по геймплею, потому что бортоватное, и, скажем так, жить так, как на Е100, да, там, въехал в гущу врагов, и тебя там минуту или две убивают, то, конечно, так не получится. И вот что я сейчас, ребята, делаю. Я пытался какое-то время помочь этой семерке, но понял, что у меня просто ничего не выйдет, поэтому я просто отъехал назад и поджался под эти камни. Позиция, на самом деле, отлично. Во-первых, у меня спрятана НЛД. НЛД тут, конечно, слабее, чем НЛД, потому что наклон меньше. Во-вторых, у меня спрятаны борта, и я могу выглядывать только одной башней. Конечно, не всегда получается аккуратно, потому что, вот смотрите, сейчас меня вход 65-й пробивает именно в щеку. Это слабое место у этого танка. Иногда, конечно, случаются рикошеты, но когда у твоего противника 300 пробития, ну, я думаю, вы согласитесь, что рикошеты тут, наверное, быть и не может. Но при этом эта позиция позволяет мне просто отлично танковать. Я понимаю, что сейчас наши союзники, вы видите, что по миникарте они давят левый фланг. То есть они вот на первой, второй, третьей линии, они тут всех убивают, у них там все хорошо. Но при этом у нас тут не очень хорошо, потому что у нас тут большая часть вражеской команды, я просто знаю, что она сидит вот тут, вот, что она там расстреливает, пытается, по крайней мере, всех расстрелять. Тут тройка грозно отстреливается, опять же, от объекта 140 и 50-100. Вот вы видите, что получается, когда я пытаюсь отъехать назад и попасть, ну, по крайней мере, прицелиться в объекта 140. Фодж выкатывается и попадает мне в гуслю. Конечно, было много удачных моментов. Я тут вот пытаюсь выцелить. Есть, попадаю по Фоджу, второй раз он меня не прививает. То есть Фодж два раза меня не пробил. Ну, какой танк на это способен? В лоб. Согласитесь, это многого стоит. В такой же позиции Фодж мог не пробить, разве что еще 75-ку или, может быть, может быть, СТ-1, который тоже известен своей читерностью. Сотка в такой же ситуации, когда вот так, да, неаккуратно ты выехал наверх, она бы в НЛД хватило просто запросто. Так, целимся 50-100. И мы слышим непробел. Голда, 334 пробития. И не пробил 50-100. Отлично. Я люблю ВБР, честно говоря. Вот, я пытался забрать 50-100. Конечно, я рисковал. Мне дали в борт башни тем временем, пока я туда целился. Отняли еще 400 хп. Вот, ну, шо поделать. Знаете, хочется просто танк забрать, и чтобы он там никому глаза не мозолил. Опять меня пытается изнасиловать Т-30. Т-30 весь бой пытается меня пробить, но у него ничего не получается. Как видите, если правильно танк ставить, правильно на нем выезжать, то, в принципе, он может очень-очень долго жить. Вот сейчас был, кстати, рикошет от Т-30. Он не пробил. Ну, и я его не пробил. Отлично. Пытается арта, кстати, в меня попасть. Вы видите, что дамаг в камень. Камни страдают, но я тем временем живу. Итак, осталось всего лишь 2 минуты, мы уже практически задефили. Задефили в этом бою все, что можно было задефить. Сейчас я целюсь в Т-30, стреляю. Нет, не получается сейчас стрельнуть, потому что кто-то по ней дал дамаг, и она решила немножко откатиться. Опять, вот вы видите, что я думаю, то ли поехать вперед, но все-таки пока что счет 9-9, и непонятно, кто победит. Поэтому я пока что не уезжаю от камня. Пытаюсь немножко откатиться назад, как-то иначе выцелить. Видите, что у противники у меня такие скрытные, да, там прячутся в складках местности, и выцелить их довольно-таки трудно. Вот выкатывается Т-30, я свожусь. Пушка у нас не очень точная, но при этом мне везет. Меня опять же опять не пробивают, а я попадаю в крышу башни Т-30. И он практически заканчивается. 130 хп, это уже не жилец, это уже ходячий мертвец. Вот, как в одном одноименном сериале. Ходячий мертвец Т-30, можно сказать, практически зомби. И все, арта его добивает. Еще несколько, еще один фраг есть на левом фланге у нас. И там еще один, опять же, тоже убивают. И по мне попадает фугасом ИСУ. ИСУ вот там вот вдалеке стоит, стреляет. И, в принципе, я пишу в атаку и вперед еду. Вот теперь уже можно давить. У нас есть преимущество в три танка. Тут остался только один танк, это 2-6-8. Вот я пытаюсь как-то аккуратно на него выехать, но его забирает Яга ИС-100, минус 800. И я просто поднимаюсь вверх, и сейчас буду где-то выцеливать тут ИСУ. Где-то она должна быть. Она до этого, как вы слышали, стреляла по мне фугасом. Мощным таким, 152-миллиметровым. Я показываю сейчас на миникарте, что она где-то там. Жду. Вот она выкатывается. И, в принципе, тут уже все понятно. Выкатываюсь на нее. Выцеливаю. Попадает с вертуханом по мне фугасом, но при этом я ее забираю. Сейчас опасный момент. Надо быстренько подчиниться, чтобы арта не накинула. Но, в принципе, сейчас уже за артой выехали. И сейчас туда едет у нас, кто у нас туда едет. Фотч-155-ый. И сейчас он арту покарает. Вот такой вот, ребята, бой. Да, с одной стороны, абсолютно пассивный. Я стоял на одной позиции. Но, ребята, танкование, это и есть стояние на одной позиции. Чаще всего. Вы чаще всего на банане, там, на перевале, на какой-то либо другой карте, на энске. Вы занимаете одну позицию и сдерживаете противников. И вот тут я считаю, что я внес немалый вклад в победу нашей команды. Потому что я был таким вот, скажем так, агром для многих противников наших. Вы видите, что их тут умерло сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Целых восемь. Вот. Понятное дело, была бы там одна тройка. Вот, допустим, вот тут. Выкатились бы три танка и убили бы. Вот. Понятное дело, не было бы меня тут. Выкатились бы, забрали сотку. Конечно, спасибо еще Фочу 155-му, там тоже очень помог. Ну, давайте посмотрим на результаты. Что у нас вышло? 1224 опыта и 55 тысяч денег. Плюс, конечно, стальная стена. По дамагу у нас не очень много, всего лишь 3000. Мы, конечно, в первой пятерке, но это не самый лучший результат для танка 10 уровня. Но при этом смотрите дальше. В меня сделали 21 выстрел. Очень неслабые танчики. И при этом я оттанковал 12 тысяч урона. Конечно, на рекорд это не тянет. Я видел реплей, где там ребята на КВ-4, на Т-32 или на Маусе танкуют и по 20 тысяч, по 18 тысяч урона. Но, все-таки, согласитесь, чтобы оттанковать 20 тысяч урона, это надо, чтобы в противниках попались просто редкостные раки, которые не то, что там клацать, они даже нажимать правильно на клавиатуру или мышку не умеют. Вот. У меня противники были более-менее неплохие, то есть они там старались как-то выцелить меня, куда-то там попасть, там как-то там, не знаю, аккуратно сыграть. Ну, 12 тысяч, я считаю, в принципе, вполне такой средненький результат. Добро тут такой. Вот. Вот такой вот, ребята, бой. Я довольно неплохо, считаю, потанковал. Надеюсь, вам было интересно на это посмотреть. Так что участвуйте в глобальной карте, участвуйте в клановых боях, получайте практически на шару этот танчик и нагибайте. Надеюсь, мой бот был для вас полезен. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся уже завтра в новом видео. С вами был Джофф, удачных вам боев и чао-какао. Редактор субтитров А.Семкин